Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. Сегодня мы поговорим об учебном заведении, названном в честь выдающегося общественного деятеля, талантливого ученого-педагога, композитора Дмитрия Борисовича Ковалевского, который является неотъемлемой частью культурной жизни Самарской губернии. У школы богатые истории, и это несколько поколений учеников, многим из которых именно эта музыкальная школа открыла путь в большое искусство. Богатые традиции школы сохраняют высокопрофессиональные преподаватели и ученики, стипендиаты, лауреаты, многочисленных конкурсов и фестивалей, участники интересных концертных программ. Ну что же, я представляю гостей в студии. Алина Сергеевна Бараненко, директор детской музыкальной школы имени Дмитрия Борисовича Ковалевского и Юрий Анатольевич Салаев, преподаватели творческой мастерской Сергея Ивановича Вайтенко детской музыкальной школы имени Ковалевского. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, 2022 год подходит к концу, и все-таки, если подводить итоги года, о каких знаковых событиях школы имени Ковалевского, Алина Сергеевна, стоит сегодня сказать? Подводя итоги уходящего 2022 года, хочется прежде всего выразить слова благодарности нашим ребятам, уважаемым родителям и дорогим преподавателям. Коллектив школы в этом году стал победителем регионального первого этапа общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств», организатором которого явилось Министерство культуры Российской Федерации. И по итогам первого тура мы были допущены до второго окружного этапа, который проходил в режиме онлайн-трансляции на базе Саратовской государственной консерватории имени Леонида Витальевича Собинова. Второй тур содержал три творческих испытания – видеопрезентация школы, презентация сайта и беседа с преподавателями. Была проделана очень серьезная, напряженная работа, но несмотря на это мы рекомендуем всем школам искусства и всем уважаемым коллегам принимать участие в конкурсе такого уровня и такого масштаба. Поскольку, во-первых, это объединяет весь коллектив общими целями, задачами, устремлениями. И дает некий срез профессиональных компетенций работы школы. Есть возможность проанализировать, сравнить, понять, как и в каком направлении нам двигаться дальше. Ну и, конечно, это общение и с коллегами, и с друзьями. Как говорится, да, и себя показать, и на других посмотреть, в том числе. Я поздравляю вас. Это действительно такое серьезное достижение в музыкальной жизни. Ну вот, Юрий Анатольевич, одним из самых творческих проектов, который реализуется в школе аж с 2018 года, это творческая мастерская игры на баяне аккордеона Сергея Войтенко. Я прошу вас рассказать о ней, ну и, конечно, о достижениях в мастерской. Ну, я такую краткую вводную информацию. В 2017 году Сергей Иванович Войтенко, ну, все его знают, но я все равно немножко представлю, заслуженный артист России, композитор, аранжировщик, исполнитель, депутат Самарской Думы, решил отраздновать такой вот творческий проект на базе школы, собственно, которой сам он выпускником и является. Пригласил меня, еще одного педагога, где мы разработали уже в течение этого времени специальную программу, в которую мы внедрили большее количество часов, чтобы ребята могли уделять, точнее, чтобы мы могли уделять им больше внимания, чтобы ребята больше развивались, больше занимались. Также в эту программу входят у нас дополнительные предметы, так называемая вариативная часть. То есть в чем отличие от, скажем так, стандартной программы, да, школьной? У нас добавился подбор под слуху, у нас добавился предмет импровизация и добавилась композиция. Также у нас добавился оркестр баянов, тоже мало где такое есть. Ну и, конечно же, ребята ходят на оставшиеся основные предметы, скажем так, да, с альфеджиом из литературы, ансамбль, оркестр основной. То есть более такая расширенная программа позволяет ребятам достигать более высокого уровня, больше развиваться и достигать новых высот. И вершины. В ноябре школа Кабалевского отметила юбилейную дату 25 лет со дня присвоения имени Дмитрия Борисовича Кабалевского. Ну, скажите, пожалуйста, а что же все-таки стоит за этим известным, грандиозным именем? И как это помогает вашей школе? Да, мы провели атмосферное, очень душевное юбилейное мероприятие. Концерт был организован силами солистов и коллективов школы. И что самое интересное, тоже знаковое событие для нас на концерте присутствовал внучатый племянник Дмитрия Борисовича Кабалевского, композитор, пианист, профессор Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, генеральный директор фонда Кабалевского Василий Федорович Щербаков. Организовали межрегиональную научно-практическую конференцию и как раз к юбилейной дате опубликовали сборник статей и в знак глубокой признательности вручили его Василию Федоровичу Щербакову. Именная школа – это очень престижно и, конечно, очень ответственно. И что же стоит за великим именем? Прежде всего, это традиция передачи собственного жизненного опыта, профессиональных компетенций, авторского креда. Это влияние личности мастера на формирование духовно-нравственного мира подрастающего поколения. И я хочу напомнить о том, что музыкально-просветительская жизнь Куйбышева в то время была очень тесно связана и переплетена с творческой судьбой Кабалевского 15 лет. Поэтому, безусловно, это очень долгий срок, и это возымело колоссальное влияние на культурную среду нашего города. Спасибо большое. Юрий Анатольевич, ну а какие интересные проекты и программы будут в рамках творческой мастерской в следующем году? Как стать ее участником? Абсолютно ли для всех открыты двери? Расскажите. Да, абсолютно для всех открыты двери. Но у нас есть определенное количество. У нас на данный момент обучается 10 человек. Как раз в следующем году у нас будет еще один выпускник. Так что добро пожаловать, всех приглашаем. В прошлом году у нас тоже был выпускник Николай Крутько, который успешно сдал экзамены, поступил в Самарское музыкальное училище. Сейчас успешно обучается, приобрели родительный инструмент. Так что, как говорится, куем кадры. И еще один этап. На 23-й год запланирована у нас организация летней творческой школы обучения на баяне аккордеоне, где пройдет серия таких мастер-классов в рамках вот этой школы. Будут приглашены известные деятели именно по этой сфере, профессора с различных городов и областей. И ребята будут, опять же, повышать свой уровень в течение недели на базе одного из детских летних лагерей. Так что это будет довольно-таки интересный. То есть такой яркий, ожидающий проект, да? Да, интересный будет. Ну что же, а у нас есть как раз видео-визитка творческой мастерской. Я предлагаю ее посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Алина Сергеевна, вот сегодня можно ли с уверенностью сказать, что в школе имени Ковалевского созданы все условия для развития и, конечно, талантов, и реализации самых смелых педагогических идей. И все-таки в чем уникальность вашей музыкальной школы? Ну, мы гордимся нашей богатой историей выпускниками, которые сегодня являются студентами самых престижных вузов страны, и выпускниками, которые своей профессиональной, яркой, мощной деятельностью прославляют имя школы далеко за пределами нашего региона и страны в целом. Хочу подчеркнуть, что основное направление музыкального образования – это предпрофессиональное классическое музыкальное образование, где музыкальная школа – это базовая, основная ступень вот в профессиональной триаде школа, СУЗ, ВУЗ. Но уникальность музыкального образования заключается еще и в том, что наряду с привитием профессиональных навыков музыка воспитывает и развивает душу ребенка. И в этой связи, конечно, хочется вспомнить незабвенные слова Дмитрия Борисовича Кабалевского о том, что духовный багаж, в отличие от обычного багажа, обладает удивительным свойством. Чем он больше, тем легче идти человеку по дорогам жизни. Скажите, а какие сейчас задачи стоят перед школой? И все-таки в чем вы видите дальнейшее развитие музыкального образования, Елена Сергеевна? Ну, вы знаете, все наши масштабные задачи, они на самом деле сводятся к кропотливому ежедневному труду обучать детей музыкальному искусству, прививать высокий художественный вкус, готовиться к зачетам, экзаменам, к ярким творческим выступлениям. Но что же касается дальнейшего развития музыкального образования, я считаю, что это связано с созданием современной, открытой культурно-образовательной среды, основанной на лучших отечественных музыкальных образцах нашего художественного образования. Ну, а то, что есть сегодня для реализации творческого потенциала, я имею в виду и инструменты, конечно, и база, все это в школе есть в достатке, в наличии, в качестве. Да, да, я, конечно, хочу отметить, что в школе работают профессиональные, опытные, квалифицированные преподаватели, педагогика для которых является призванием. И это одно из важнейших условий развития юных талантов, то есть это вот наш кадровый ресурс. Это очень важно. Но еще также важно то, что благодаря поддержке и участию Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самары очень много делается для обновления материально-технической базы нашей школы. И прежде всего я имею в виду участие школы в реализации национального проекта культуры 2020 год, когда были закуплены инструменты, учебно-методическая литература, мебель, оборудование для получения качественного предпрофессионального образования нашими учащимися. Ну что же, спасибо вам большое. Мы продолжим программу также с вашими коллегами, но наша программа выходит в преддверии Нового года. Пожалуйста, что бы вы хотели пожелать коллегам, ученикам в наступающем Новом году? Конечно же, крепкого здоровья всем, благополучия, достигать вершин, идти только вперед, несмотря на разные неудачи, продолжать действовать. И все будет хорошо. Спасибо большое, Алина Сергеевна. И, конечно, заключительное слово вам. Пусть наступающий 2023 год будет лучше, будет чище, будет добрее. Здоровья всем, благополучия, веры, надежды и любви. Спасибо большое вам за теплые слова. Мы сейчас посмотрим сюжет о школе Кабалевского и продолжим разговор. Знаменитые произведения Кабалевского в исполнении юных солистов, дуэтов и коллективов прозвучали на саксофоне, фортепиано, баяне, гитаре, домре и виолончели. На концерт, посвященный дате присвоения школе имени великого композитора, собрались родители и ученики, чтобы поддержать музыкантов и поздравить школу с юбилеем. За годы существования наша школа выпустила не одно поколение профессиональных музыкантов, еще больше просветителей и любителей искусства. Нравственно-эстетическое воспитание и духовное развитие детей наряду с музыкальным образованием – это те вопросы, которые глубоко волновали на протяжении всей жизни Дмитрия Борисовича Кабалевского. Юбилейный концерт провели в рамках празднования 60-летия городского молодежного клуба ГМК-62. Его актеристы и организаторы 60 лет назад пригласили Дмитрия Кабалевского в Куйбышев для организации Поволжского конкурса пианистов. Сегодня он вырос до масштабов международного конкурса молодых исполнителей и проходит в Самаре с 24 по 29 ноября. На юбилейном вечере в музыкальной школе имени Кабалевского присутствовал внучатый племянник великого композитора, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, кандидат педагогических наук Василий Щербаков. Я очень рад, что я смог к вам приехать сюда. Спасибо за приглашение. Поздравляю школу, поздравляю коллектив, поздравляю всех, кто связан, кто приводит своих детей, потому что действительно, мне кажется, школа и музыкальная школа для многих это второй дом. И я всегда говорю, что учителя – это наши вторые родители, а иногда бывает, что по некоторым причинам и первые. В честь 25-летия со дня присвоения школе имени Кабалевского педагогический коллектив организовал межрегиональную научно-практическую конференцию нарастное эстетическое воспитание и профессиональное развитие в музыкальном образовании детей и молодежи. Василию Щербакову на конференции вручили на память сборник публикаций. Ну что же, а мы продолжаем разговор. Екатерина Дмитриевна Скалиненкова, преподаватель по классу виолончели детской музыкальной школы имени Кабалевского и Наталья Александровна Семина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, и первый вопрос, Екатерина Дмитриевна, у меня к вам. Вот ярким имиджевым проектом Министерства культуры Самарской области стал проект «Золотая книга» имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области. Я, пожалуйста, прошу рассказать об этом. Какое, собственно, вы имеете к этому проекту отношение? Одним из приоритетов деятельности Министерства культуры Самарской области является разносторонняя поддержка юных дарований, а также инициативных и преданных своей профессии молодых специалистов в сфере культуры. Как вы уже сказали, ярким имиджевым проектом в многолетней системной работе в этой области стал проект «Золотая книга» имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области. Проект этот реализуется с 2006 года. Это своеобразный эталон профессионализма и высокой культуры творческой молодежи Самарской области, которая обучается и работает в сфере искусства, культуры и образования. На сегодняшний день на странице «Золотой книги» внесены имена 137 молодых специалистов и одаренных детей Самарского региона по 30 специальностям всех видов искусства. В 2022 году в преддверии года педагога и наставника в положение «Золотой книги» были внесены важные изменения, был расширен возраст участников, и могли участвовать молодые специалисты, возраст которых достигает 35 лет. То есть был расширен возраст участников. Спасибо вам большое. И, Наталья Александровна, хочу спросить вас. Как известно, 2023 год президентом объявлен годом педагога-наставника. И скажите, а вообще наставничество в школе Кабалевского распространено, уже привито, можно так сказать? Роль педагога в музыкальной школе имеет большое количество функций. Одна из функций – это, конечно, наставничество в широком смысле этого слова. И если говорить, как же эта роль выполняется в нашей школе, можно ответить, что педагоги наставничеством занимаются так, что исполняют музыку. И дети, смотря на исполнителя-учителя, хотят подражать ему во всем. И быть таким, как учитель, играть так же, как учитель. И, наверное, это самая главная функция как раз в наставничестве. Ну, естественно, функция обучающая, что передача знаний, умений, навыков от учителя к ученику, воспитательная функция. Все это тоже входит в обязанности преподавателя музыкальной школы. – Екатерина Дмитриевна, вы согласны с коллегой? – Абсолютно. – Да, вы наставник, талантливые дети. – Я очень стараюсь, очень стараюсь. – Дети смотрят. – Школы Ковалевского. – Дети смотрят. – Расскажите о ваших учениках, пожалуйста. – Мои ученики – самые замечательные детки. Я люблю каждого из них, каждый – это индивидуальность. Как сказал Сократ, в каждом человеке есть солнце только, дайте ему светить. Это прекрасно, что есть возможность общаться с такими замечательными звездочками. Каждый раскрывается по-своему, каждый горит по-своему, каждый жаждет себя проявить по-своему. Это замечательно, что ты можешь приложить усилия, чтобы помочь им в этом раскрыться, и потом увидеть, каким он стал, каким он вырос, чего он смог достичь. – Ну вот вы преподаватель по классу «Виолончели». Расскажите, пожалуйста, о ваших занятиях, о коллективах. – Именно… – Да, конечно. – Именно в каких я принимаю участие? – Да, конечно. – Я вообще с самого начала в этой музыкальной школе. Для меня это родной дом, и мой преподаватель, который меня вырастил, она до сих пор там работает. Это наше заведующее отделением Гроховская Людмила Ивановна. И я даже хотела бы сказать, что это и ее заслуга, конечно, в том, что мне посчастливилось попасть на страницы «Золотой книги», потому что ей удалось привить ту самую любовь к инструменту, уважение к тому, чем ты занимаешься, который я сейчас пытаюсь передать детям и показать им, насколько это важно и почему это нужно. Как сказала Наталья Александровна, преподаватель должен обязательно играть. Дети смотрят, дети подражают. Я, будучи учеником школы, принимала участие активное в выступлениях, потому что музыкант, он учится не для того, чтобы где-то сидеть, музыцировать в уголочке. Он учится для того, чтобы взбираться на сцену, покорять каждую вершину одну за другой, с новыми замечательными произведениями, проявлять себя по-новому. Вот, поэтому и администрация школы всегда очень радует за то, что вы проявляете инициативу и предлагает и помогает в поисках каких-то, может быть, новых площадок или любых мест, где ты мог бы выступить и проявить себя и вообще подарить музыку. Да, и себя реализовать, конечно. Подарить музыку и подарить эмоции. Да, вы знаете, у нас есть, конечно, видео выступлений, и я сейчас предлагаю с удовольствием их посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наталья Александровна, я прошу сейчас вас рассказать о творческой жизни музыкальной школы. И ведь не секрет, что, как вот сказала ваша коллега Екатерина Дмитриевна, и педагоги, и учащиеся выступают на различных площадках мероприятий, да и вообще в нашем городе очень много мероприятий проходит, где принимают участие ваши ученики. Расскажите об этом. Творческая жизнь школы очень многообразная, и мы выступаем на разных площадках города, в том числе и открытых площадках, и коллективы педагогические и ученические активно в этом принимают участие. Помимо этого, конечно, дети и преподаватели участвуют в конкурсах мастерства, исполнительского мастерства, занимают призовые места. У нас большое количество учащихся, которые занимают места, и коллективы в том числе. А вот давайте мы сейчас посмотрим творчество коллективов. КОНЕЦ 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 Екатерина Дмитриевна, учитывая накопленные достижения, администрация школы приняла решение выдвинуть вашу кандидатуру на присуждение звания лауреата 2022. Ну, конечно, логичный вопрос. Что для вас это значит? Мне очень хотелось бы выразить слова благодарности Министерству культуры Самарской области за признание моих достижений и высокую оценку труда и в музыкальном искусстве, и в преподавательской деятельности, и, конечно, за оказанную честь увидеть свое имя на страницах золотой книги. Для меня участие в этом проекте, вот то, что мне посчастливилось увидеть свое имя на этих золотых страницах, для меня это стимул. Я считаю, что когда ты занимаешься любимым делом, ты должен ему отдаваться без остатка, ты должен гореть сам, чтобы горели твои ученики, ты должен гореть сам, и у тебя должно хватать сил. И ты должен и этому научить своих учеников, что это огромным трудом, что это преодолением себя, преодолением какой-то лени, может быть, нежелания. Да, и плохое настроение, и всяческие проблемы оставляются на пороге школы. Да, и это самое главное качество, которое должен проявлять тот человек, который занимается любимым делом. И для меня это как бы признание того, что ты идешь в верном направлении, что ты правильно поступаешь, что это дело доброе, что это дело добросовестное, что это очень важно для детей, и что ты в ответе за этих самых юных дарований, с которыми ты работаешь, которых ты воспитываешь. Наталья Александровна, а вот в этом году ваш коллектив подготовил портфолио на звание соискателя «Народный самодеятельный коллектив». И скажите, пожалуйста, действительно ли вы получили такую вот хорошую, здоровую мотивацию творить дальше, но и самое главное лучше? Ну да, я еще являюсь руководителем коллектива ансамбля русских народных инструментов «Контабили». И вот в этом году у нас получилось, что в рамках областного семинара директоров при поддержке агентства социокультурных технологий участвовали там, как у нас концертное выступление. Показательное выступление, да, было несколько номеров. Там были члены комиссии, и комиссия очень лестно отзывалась о нашем выступлении. Это было приятно, естественно, это является большой мотивацией творить дальше, больше, лучше, и расширять свой репертуар, и на этом не останавливаться. Ну и безусловно, это было заслужено, верно? Ну, думаю, да, без всякого сомнения. Нет. Ну что же, в вашей школе есть такие еще яркие ученические коллективы, имеющие звание образцового. А вообще, вот сейчас одновременно вам задам этот вопрос, в чем все-таки уникальность ваших коллективов и вашей школы Ковалевского? Уникальность коллективов в их творчестве, в их багаже, репертуаре. Что коллективы не ограничиваются ученическим репертуаром. Это репертуар обширный, даже, я бы сказала, взрослых оркестров. Ну, как бы я назову, у нас два коллектива. Это ансамбль «Ноктюрн», ансамбль велончелистов, руководитель Гроховской Людмилы Ивановны, и оркестр русских народных инструментов «Перезвон», руководитель Балашова Наталья Евгеньевна. Эти коллективы существуют достаточно давно, и вот оркестру в этом году будет 25-летие в апреле. Хотелось бы всех пригласить на наш концерт. Концерт всегда ознаменуется яркими номерами, солистами. Солисты не сводятся к узкому кругу русских народных инструментов. То есть у нас и с Екатериной Витрииной прекрасные соло, и скрипка у нас тоже есть, вплоть и флейты. То есть у нас всегда обширный репертуар. И, наверное, в этом и есть уникальность, что мы передаем эти традиции русских народных инструментов, смешивая, синтезируя с другими направлениями. Ну, уже идя в ногу со временем, да, создавая так называемые современные коллаборации, как сейчас это называется. Ну что же, наше время подходит к концу, и наша программа выходит прямо вот в преддверии Нового года. Я хочу предоставить вам заключительное слово. Что бы вы хотели пожелать коллегам, педагогам, ну и, конечно, ученикам? Коллегам и педагогам от всей души искренне хотелось бы пожелать здоровья, успехов, творческих успехов. Деткам отдельно мне бы хотелось пожелать ярко встретить Новый год, получить много эмоций, чтобы этот праздник был для вас насыщенный, чтобы вы вернулись отдохнувшие, свежие, радостные, с новыми силами и желанием, самое главное, желанием творить. Хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, школе, коллективу, процветание, реализации творческих идей, завершить все наши проекты, уже которые осуществляются, и, конечно же, здоровья, мирного неба над головой. С Новым годом! Спасибо вам большое за очень интересное, теплое интервью. Ну, а от себя лично хочу пожелать вам продолжать музыкальные традиции, и, конечно, чтобы из дверей школы имени Кабалевского выходило еще много талантливых музыкантов, которые прославят Самару в том числе, а, может быть, и на международном уровне. Спасибо большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова